МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На время взлета и посадки есть ограничения по портативным устройствам ноутбук. То есть они должны быть отключены. Какое бы интересное занятие на борту вы себе не придумали, без небольших хитростей скоро станет совсем некомфортно и невесело. А все из-за различий климата на Земле и в небе. Отличается он от обычно пониженной влажностью и пониженным давлением. Влажность в салоне самолета где-то около 20%. Суточная потребность организма в жидкости около 1,5-2 литров. Учитывая пониженную влажность в салоне самолета, лучше брать с собой жидкости побольше. Если захотелось пить, не ждем, пока приветливая стюардесса предложит стаканчик. Правила не запрещают попросить у бортпроводника столько жидкости, сколько потребуется. И не налегаем на напитки сладкие, соленые и уж тем более с градусом. Питание можно заказать заранее, сейчас везде есть эти функции. И питание на борту, оно регламентировано всеми документами, поэтому это безопасно. Детское какое-то, вегетарианское, кошерное, любое. Продукты питания вы можете взять с собой, главное, чтобы срок реализации данных продуктов соответствовал. Запас косметических средств тоже будет совсем не лишним. Многие марки выпускают специальные миниатюры для путешественников, влажные салфетки на все случаи жизни и маленькие бутылочки и баночки, чтобы не расставаться с привычным кремом. Смелые пассажиры могут устроить и вовсе спа-ритуал, воспользовавшись маской на нетканной основе. Кожа в полете только скажет спасибо. Мы тоже летаем в качестве пассажиров, мы всегда берем с собой увлажняющий крем, потому что воздух сухой в самолете, да. Также что-то для удобства и комфорта, это, допустим, беруши, очки я беру с собой для сна. Для комфорта я бы порекомендовала взять подушку для головы, для того, чтобы ему удобно было спать во время полета. Я всегда беру с собой тапочки, когда я летаю, для того, чтобы снять обувь. Вместо тапочек вполне подойдут носочки и обязательно свободная одежда, которая нигде не жмет и не давит. Тех, кто страдает варикозом, желательно перед полетом проконсультироваться у специалиста, проверить сосуды и свертываемость крови. Если нужно, значит, провести терапию перед полетом с собой, одевать перед полетом компрессионный трикотаж. Негативно на путешественников влияет еще и смена часовых поясов. Справиться с этим можно разными способами. Первый – не бороться вообще с этим. И если по возможности недолго вы улетаете со сменой часовых поясов, если есть возможность не менять свой ритм в нем и жить, если надолго, то, ну, возможно, перед полетом за несколько дней постараться вложиться, например, на час пораньше или попозже и вставать так же. В полете, даже когда мы путешествуем в качестве пассажира, мы стараемся хотя бы 20 минут поспать. И еще один вариант – способный скрасить долгий перелет. Хорошая компания лететь с позитивным настроем будет не страшно и приятно.